Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать на нашу программу. Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас. Уверен, что сегодня вы узнаете много нового из Слова Божьего. Мы изучаем 24 главу Евангелия от Матфея, где Иисус рассказывает о знамениях конца эпохи, и сообщает нам, как мы можем распознать, что приблизились к завершающим мгновениям нашей эры. К концу сегодняшней программы мы узнаем, что Иисус назвал последним предзнаменованием конца эпохи. Но сначала мы сделаем краткий обзор слов Иисуса, начиная с 3 стиха и завершим исследование на 14 стихе, где Иисус описывает основной признак окончания нашей эры. Итак, начнем с 3 стиха, где говорится следующее. «Когда же сидел он на горе Леонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Давайте разберем этот стих еще раз, поскольку он является ключевым для всей 24 главы. Ученики хотели знать, что произойдет в последние времена. Они размышляли об этом. Собственно говоря, весь мир тогда хотел знать, что должно произойти в конце времен, в особенности израильский народ, который изнемогал под гнетом римской оккупации. Израильтянам хотелось знать, когда она закончится, когда прекратятся беспорядки и политическая нестабильность, когда наступит конец всего этого. Каждый задавался подобными вопросами. Ученики же разговаривали с Иисусом, оставшись с ним наедине. О чем они спросили? «Когда все это произойдет? Какой будет признак Его пришествия и кончины века?» Во-первых, они спросили «когда». Мы выяснили, что «когда» по-гречески «поте» — очень конкретное слово. Их интересовала не общая информация. Они хотели точно знать, что живут в последние времена. Во-вторых, они спросили «какой признак по Его пришествия?» Слово «какой» — это греческое слово «ти». Оно выражает заинтересованность в мельчайших подробностях. Ученики желали получить факты. Господь, скажи нам, что именно мы увидим. Итак, во-первых, когда это будет? Во-вторых, что мы увидим? И далее они спросили «каким будет признак твоего пришествия и кончины века?» Признак, как мы уже разобрали, — это греческое слово «симео», которым в Римской империи называли дорожные знаки, сообщавшие путешественникам о расстоянии до пункта назначения. В наши дни, когда вы направляетесь в какой-либо город, вы тоже смотрите на дорожные знаки и замечаете, что расстояние в милях или километрах на них изменяется по мере вашего приближения к пункту назначения. Такие знаки сообщают нам, в какой точке своего маршрута мы находимся и какой путь нам необходимо еще преодолеть, чтобы достичь цели. Ученики понимали значение этого слова, поэтому они спросили Иисуса, «Скажи нам, Господь, какие знаки мы увидим на нашем пророческом пути? Как нам узнать, что мы приближаемся к концу?» Они спросили Иисуса об одном признаке, но Господь рассказал им о нескольких знамениях. Ученики спрашивали, в частности, о конце мира. Конец, по-гречески, «центелиас». Сегодня мы встретим его еще в одном важном библейском отрывке. Слово «центелиас» означает «закрытие», «завершение чего-либо». Ученики задали вопрос о конце эпохи, той же эпохи, в которой мы живем. Этот отрезок времени, называемый «последними днями», и который начался в день Пятидесятницы, диалог учеников Иисуса состоялся до наступления этого дня. Но они спрашивали Господа о его втором пришествии. Наша же эпоха началась в день Пятидесятницы. Ее также называют «веком церкви», «веком благодати» или «последними днями». Я предпочитаю называть ее «последними днями». Это библейский термин. Так или иначе, начало нашей эпохи положил день Пятидесятницы, когда апостол Петр в своей проповеди во второй главе книги Деяний провозгласил, что в последние дни Бог изольет от Своего Духа на всякую плоть. Новая эра наступила, когда Святой Дух излился на людей. Это эра, которую называют «веком церкви», «веком благодати» или «последними днями», и финал которой грядет в конце последних дней. Поэтому последние две тысячи лет истории человечества называются «последними днями». Если кто-то скажет вам «вот, уже две тысячи лет, как нам говорят про последние дни и конец света», поздравьте его, этот человек прав с теологической точки зрения. Вот уже две тысячи лет мы живем в периоде под названием «последние дни». Второе пришествие Господа ознаменует его завершение. И как раз об этом спрашивали ученики. Они хотели знать, что должно случиться между моментом их диалога с Иисусом и пришествием Господа. Какой будет признак твоего пришествия и кончины века? Слово «век» по-гречески «айонос». В некоторых классических английских переводах Библии употреблено слово «мир», «свет». Прямое же значение слова «айонос» — «век», «эпоха», «эра». Учеников интересовал конец эпохи. Как мы поймем, когда этой эпохе, в которой мы живем, наступит конец? Они спросили об одном признаке, но Иисус рассказал им о нескольких знамениях. В четвертом стихе говорится о первом признаке. Иисус предупредил «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». В предыдущих передачах мы подробно разобрали слово «прельстить». Загляните в архив наших программ и найдите первые эпизоды серии, как распознать признаки времен. В четвертом стихе Иисус говорит о нравственном разложении, об обольщении, которое охватит весь мир. Это будет не региональное явление, не феномен локального характера. Нравственный упадок, глобальное обольщение поразят всю планету в самом-самом конце эпохи. Перед тем, как наша эра испустит последний вздох, все человеческое общество будет самозабвенно балансировать на краю весьма опасного обрыва. Об этом пророчествовал Иисус. Далее, в пятом стихе Иисус сказал, что заблуждение, обольщение, охватившее мир, попытается проникнуть в ряды верующих. Послушайте, что говорится в пятом стихе. «Ибо многие придут под имени Моим». Как мы уже разобрали, предлог «под» — это греческое слово «эпи», означающее, что многие придут на основании силы Моего имени, прикрываясь репутацией Моего имени, используя Мое имя, и даже будут говорить «Я Христос». «Христос» — греческое слово в данном контексте, означающее, что обманщики будут называть себя божьими помазанниками, заявлять о наличии особого призвания, божественного откровения, делать акцент на своем необыкновенном помазании. И вместо того, чтобы учить библейским истинам, они будут уводить слушателей с праведного пути. Об этом Иисус говорит в пятом стихе, говоря, что «они многих прельстят», по-гречески «планно». Это означает нравственное разложение, уход от нравственных ценностей. Итак, служители и проповедующие у церковной кафедры будут использовать свое положение не для преподавания здравого и ясного учения и священного писания, но для искажения слова и призывая своих слушателей быть более терпимыми и открытыми к небиблейскому мировоззрению. Это может даже вызвать падение нравственности в церкви. Подобного сценария можно избежать, и те, кто стоят за церковной кафедрой, должны предотвратить это, провозглашая чистое здравое учение и священного писания. Это наша работа и ответственность. Мы можем преградить заблуждению путь в церковь. В шестом стихе Иисус говорит, «Также услышите о войнах и о военных слухах». «Слухи» — это греческое слово «акуя». Это означает «человеческое ухо». В контексте этого стиха данная фраза может быть переведена так. В самом конце эпохи, когда она испустит свой последний вздох, и дальше уже будет некуда идти, ваши уши наполнятся слухами, или, согласно греческому тексту, будут перегружены информацией, в них будут буквально стоять звон от звуков войны. Война по-гречески «полэмос» или «конфликты», «военные конфликты». Но это еще не все. В параллельном тексте в Емаге от Луки 21.9 также используется слово «смятение», содержащее смысл местные бунты, беспорядки или революции. Иисус сказал, что конец эпохи будет отмечен волнениями политического или военного характера, восстаниями, переворотами, волнениями, мятежами, революциями. Вдобавок, к этому будут сообщения о войнах, военные слухи и смятения, бунты, революционные события. Иисус предупреждает, чтобы мы не поддавались страху, потому что все это должно произойти. В Евангелии от Луки 21.9 употреблена фраза «не ужасайтесь». Слово «ужасаться» в греческом тексте является однокоренным слову «терроризм». Итак, мы читаем пророчество о том, что в самом конце эпохи, прямо перед тем, как она испустит свой последний вздох и завершится, над всем миром нависнет террористическая угроза. В Евангелии от Матфея 24.6, когда Иисус рассказывает об этом, в греческом тексте используется фраза «не паникуйте, не поддавайтесь тревоге», которая является результатом терактов. Иисус сказал «не поддавайтесь страху, не давайте тревоге место». В греческом тексте это звучит как повеление. Иисус буквально говорит «не страшитесь, у вас есть сила остановить страх». Вам можно и нужно противостоять панике и тревоге. Ведь, по словам Иисуса, всему вышесказанному надлежит случиться, хотя это еще не конец, и это еще не все знамения последнего времени. В седьмом стихе Иисус продолжает, говоря, что восстанет народ на народ. Мы уже разбирали слово «народ», по-гречески «этнос». Это когда одна этническая группа противостоит другой народности. Предлог «на», по-гречески «эпи», слово, означающее «на чем-либо». Это не простое противостояние групп людей, но жестокое противоборство, в котором одна сторона стремится сокрушить другую. Термин «этническая группа» также может означать объединение людей по цвету кожи, религиозной принадлежности, политическим взглядам, родовому признаку. Слово «этнос» обладает широким диапазоном значений. Далее Иисус говорит, что «царство восстанет на царство». Слово «царство» по-гречески «василея». Оно может означать «сфера влияния», но в данном контексте может переводиться как «идеология». То есть речь идет о противостоянии различных идеологий. Здесь снова употреблен предлог «на», «эпи», слово, передающее мысль о превосходстве или использовании силы. Иначе говоря, Иисус говорит не просто о восстании одной идеологии против другой, но о случаях, когда одна сторона пытается полностью уничтожить соперников. Полагаю, что-то подобное нередко можно наблюдать сегодня среди политиков по всему миру. Они являют собой образец крайне нецивилизованного поведения на фоне стремления одной идеологии раздавить другую. Иисус сказал, что когда вы увидите подобное поведение, это будет для вас сигналом, что вы приблизились к самому концу века. Затем Иисус предупреждает о приходе гладов. Слово «голод» по-гречески «лимой» употреблено во множественном числе. Оно означает сильнейшую нехватку разного рода, которая поразит всю землю. Это будет не только недостаток пищи, но и нехватка финансов, дефицит во всем, экономический спад и кризис. Иисус сказал, что в конце эпохи нас ожидает глобальный голод, недостаток, дефицит разного рода в разных сферах. Далее Иисус рассказывает о морах, эпидемиях, греческое слово «лоймой», тоже во множественном числе. Это слово говорит нам о появлении ранее неизвестных никому болезней. Следующим знамением Иисус называет землетрясения, тоже во множественном числе. В Евангелии от Луки сказано «большие землетрясения», большой по-гречески «мега». Это означает как землетрясения высокой магнитуды, так и большое число случаев сотрясений Земли. Наукой установлен факт, как минимум двух миллионов землетрясений ежегодно по всему земному шару. Их может быть больше, поскольку регистрирующее оборудование установлено далеко не везде. Но нам известно о двух миллионах землетрясений в год, а это очень большое количество стихийных бедствий, от которых, как пророчествовало Иисус, содрогнется земля в самом конце эпохи. Есть еще несколько предзнаменований, которые не включены в текст 24 главы Евангелия от Матфея. Но мы находим их в Евангелии от Луки, 21-11. И Иисус сообщает о двух знамениях, которые я считаю интересными. Мы не знаем, что они означают, но их стоит прокомментировать. Иисус сказал, что будут ужасные явления и великие знамения с неба. Ужасные явления — что это может быть? По-гречески это словосочетание звучит как «чудовищные события». Я лично предполагаю, что Иисус предсказал некие результаты научных достижений, которые могут показаться прогрессивными для погибающего мира, но в действительности они будут поистине чудовищными. Иисус сказал, что в самом конце нашей эры мы увидим чудовищные явления, чудовищные события. Мы не знаем, что это значит, мы можем только предполагать. Иисус также сказал, что придут великие знамения с неба. Предлог «эс» имеет сильную смысловую окраску. Что-то должно прийти с неба. Мы увидим нечто космического происхождения. Оно окажет на нас сильное влияние в самом конце эпохи. Я мог бы высказать несколько предположений, но не буду этого делать. Иисус не дал четкого описания данного знамения. Мы просто знаем, что в конце нашей эры что-то должно прийти на землю с небес. Далее, в 9 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, Иисус предсказывает гонения против христиан по всему миру. Кто-то может возразить и сказать, что христиане уже подвергались преследованиям в первых трех столетиях существования церкви. Это так. Но в исследуемой нами главе Иисус описывает не начало эпохи, а ее конец. Иисус говорит, что в конце нашей эпохи, когда дни ее будут сочтены, многие верующие подвергнутся мучениям. Их будут убивать, ненавидеть и предавать. Иисус описывает, что произойдет с его последователями в конце нашей эры. В прошлой программе мы рассказали о том, что в наши дни преследованием за веру подвергается больше христиан, чем за две тысячи лет всей истории христианства. Сто миллионов верующих. Просто задумайтесь об этом. Сто миллионов верующих сегодня страдают от жесточайших гонений. Именно так, жесточайших гонений. Сто миллионов христиан. Чтобы вам проще было представить эту картину, вспомните, что во времена, когда Иисус произносил эти слова, во всей Римской империи насчитывалось чуть более 60 миллионов жителей. Иисус сказал, что в самом конце эпохи поднимется волна гонений. Сегодня сто миллионов христиан страдают за свою веру. Это больше, чем количество людей, проживающих на территории всей Римской империи во времена Иисуса. Господь сказал, что это — одно из знамений нашего приближения к самому концу эпохи. Иисус также сказал о том, что многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Слово «лжепророки» описывает людей лживыми откровениями, руководителей религиозных культов. В 12 стихе Иисус сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мы подходим к знамению, о котором говорится в 14 стихе. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Послушайте. В 3 стихе мы читаем вопрос о признаках кончины века, о завершении эпохи. «Иисус рассказал ученикам обо всех этих знамениях, хотя они просили поведать им хотя бы об одном. Иисус же сообщил им о многих знаках, информирующих нас о том, что мы живем в последние дни нашей эры». В 14 стихе Иисус рассказывает о заключительном финальном знамении, говорящем о том, что конец эпохи настал. Обратите внимание, что все вышеописанное происходило на протяжении двух тысяч лет. И вот то, о чем мы читаем, в 14 стихе ранее никогда не случалось, но сбывается в наши дни. Что говорит нам стих 14? «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Слово «тогда» несет сильную смысловую нагрузку и означает конкретный момент времени, когда Евангелие будет проповедано всем народам мира. Тогда, в этот самый момент, придет конец. Иисус сказал, что это последнее, заключительное знамение, сообщающее нам, что мы вступили в финальную фазу нашей эры, фазу, когда Евангелие будет проповедано всему миру. И тогда, подчеркнуто, выразительно, конкретно, мы получим сигнал, что мы в самом-самом конце. Давайте взглянем на этот стих. В нем сказано, что Евангелие Царствия будет проповедано. Слово «проповедовать» в оригинале означает «возвещать». Это слово может означать как личную проповедь, так и публичное провозглашение. В наши дни мы наблюдаем, что Евангелие проповедуется не только на личном уровне или публично, но также с использованием современных технологий. Благая весть провозглашается, возвещается буквально всему миру, как и говорил Иисус. «Раньше, в более молодом возрасте, я думал, что речь идет о проповеди Евангелия в каждой деревне, обитателю каждой хижины, на каждом острове, на всех материках и так по всему миру». В греческом тексте использовано слово «ойкумено». Это очень интересное слово. В его состав входят слова «ойкос», что значит «дом» и «мену», что значит «проживать», «останавливаться где-либо». совместно образующую фразу «прожить в доме». В доме, ни в хижине, ни на острове, ни в деревне. В доме, который можно встретить в цивилизованном развитом обществе. Таким образом, термин «ойкумено», которым оперировали греки в свое время, передает значение обитаемого развитого целевизованного мира. Греки употребляли это слово для описания всей греческой империи, где уровень жизни был очень высок, а люди имели лучшее образование и доступ к высоким технологиям и благам цивилизации. Именно это означало слово «ойкумено». Его никогда не использовали в значении «далекая страна». Для греков оно всегда описывало цивилизованный, высокотехнологичный мир. Римляне понимали его точно так же. Они переносили этот термин из греческой культуры в свою, с тем же значением — цивилизованный, утонченный, технологически развитый мир. И когда Иисус говорил о том, что Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, Он имел в виду именно такой мир. Изучая факты современной статистики, мы видим, что теперь Евангелие доступно цивилизованному миру. Люди могут не верить Благой Вести, они могут не слушать ее, но доступность Евангелия стала практически стопроцентной для всего мира. На нашей планете живут около 7,5 миллиардов человек. Знаете ли вы, у какого числа людей есть мобильные телефоны? У почти 7 миллиардов. У 7 миллиардов человек есть мобильные устройства. Более 90% населения Земли обладают устройством мобильной связи с выходом в интернет и возможностью получать информацию. 90% жителей планеты. Существует примерно 15 тысяч телевизионных каналов на христианскую тематику практически на любом языке Земли. Не все люди охотно слушают и смотрят христианские программы. Но впервые в истории церкви Евангелие способно попасть буквально в каждый дом цивилизованного технологически развитого мира. Иисус сказал, «Когда вы увидите это, то поймете, что вступили в самый конец эпохи». Сто лет назад, когда миссионеры отправлялись в разные страны, они нередко упаковывали свои вещи в собственный гроб, потому что знали, что не смогут выжить более полугода на миссионерском поле. Так оно и было. Сегодня все совсем иначе. Люди отправляются за моря и океаны. Они испытывают трудности на миссии. Но благодаря технологиям все изменилось. У них есть такие инструменты, как социальные сети, телевидение, телефоны, прочие устройства, не говоря о многочисленных радиостанциях. Благодаря всему этому, Евангелие возвещается буквально по всему миру. Иисус пророчествовал, «Когда это произойдет, это будет знамением номер один, самым последним и главным признаком того, что вы вступили в финальную фазу эпохи». Иисус сказал, сказал дословно следующее, «И тогда придет конец. Таким будет сигнал для вас». Именно тогда, конкретно в этот самый момент, наступит конец. В 28 главе Евангелия от Матфея, в 19 и 20 стихах, Иисус дает нам свое великое поручение. В этом стихе Господь велит нам идти по всему миру, проповедовать, учить и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. И в заключении Он говорит, «Если вы сделаете все это, сей я с вами во все дни до скончания века». В греческом языке такая конструкция называется обусловленным обещанием. Фраза «сей я с вами» буквально означает, «Будьте уверены, что я буду с вами всегда». Ей предшествует условие, «Если вы пойдете, если научите, если будете крестить, если вы выполните все это, то будете абсолютно уверены, что я буду с вами постоянно». Это обещание для тех, кто пойдет. «Я всегда буду с вами». Иисус сказал, что будет с нами до скончания века. В некоторых переводах Библии говорится «до конца света». Но в греческом тексте снова употреблено слово «сунтелиос». То же самое слово, что и в Евангелии от Матфея 24.3, когда ученики спросили Иисуса рассказать им о знамениях кончины века. Иисус сказал, что когда Евангелие будет проповедано всему миру, тогда придет конец эпохи, и будьте уверены, «Я буду с вами всегда». Я наделю вас силой. Я даю вам обещания Моей силы. Если вы пойдете, будете учить и крестить. Если вы выполните свою часть обязательства, уверяю вас, что всегда буду с вами до самого конца эпохи. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24.14, что когда все это сбудется, тогда придет конец. И вам решать, как ответить на этот вопрос. Живем ли мы в конце времен? Близко ли второе пришествие Иисуса? Я думаю, да. Сегодня Евангелие проповедуется по всей земле. Оно возвещается в точности так, как Иисус предсказывал в Евангелии от Матфея 24.14. Удивительно, насколько доступным оно стало нашему высокоразвитому, цивилизованному, технологически продвинутому миру, который слышит, или, по крайней мере, имеет возможность услышать благую весть Иисуса Христа. Мы живем в самом конце эпохи. Наше время подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. Если вам нужна молитва, воспользуйтесь информацией на вашем экране и свяжитесь с нами, потому что мы — люди молитвы. Мы молимся очень часто и делаем это от всего сердца, ходатуйствуя за людей, которые обращаются к нам. Мы готовы вам послужить. И с радостью помолимся за вас, как только получим ваши сообщения. В заключение хочу напомнить вам о том, что сказано в книге Клисиаста 8.4, «Где слово Царя, там власть. Пусть сила Слова Божьего и зальется на вашу жизнь сегодня». Увидимся в следующей программе. Библия называет время, в котором мы живем, последним. Существует знамение, которое указывает нам на скорое возвращение Иисуса на землю. Второе пришествие Христа является событием, вызывающим множество вопросов. Когда вернется Иисус? Почему нужно быть готовым к этому? Что укажет нам на скорое возвращение Господа? Какие знамения Его возвращения мы наблюдаем сегодня? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Рика Реннера «Знамения второго пришествия Господа Иисуса Христа». Ценные знания помогут вам укрепиться в вере и с радостью ожидать это великое событие. Скачайте электронную книгу бесплатно на сайте ignc.org. Меня зовут Джоал Реннер. Хочу поблагодарить каждого партнера нашего служения. Ваша поддержка помогает нам подготовить служителей. Получение образования – важнейший жизненный этап. Достойное образование созидает фундамент всей жизни. Подумайте, насколько обучение повлияло на вашу жизнь. Также важны и знания, приобретаемые в учебном центре. Призванные в служение получают ключевые познания, чтобы исполнить Божью волю во всей полноте. Благодаря щедрым сердцам наших партнеров у нас есть возможность обучать и наставлять будущих служителей в учебном центре «Благая Весть». Поддержка наших партнеров дает возможность расширить для них познание и понимание Божьего слова. Наши выпускники не только обучаются, но и трудятся над распространением Евангелия. Они открывают новые церкви, развивают миссионерскую деятельность, проводят евангелизационные мероприятия, служа по всему миру. Все это стало возможным благодаря поддержке партнеров. Однако перед нами еще большие цели. В ближайшие годы выпускники нашего учебного центра принесут обильный плод Божьего царства. И ваша поддержка очень важна. Мы приглашаем вас стать партнером и поддержать обучение будущих служителей в учебном центре. Вы можете стать частью видения церкви, донести Евангелие до краев земли. Станьте нашим партнером прямо сейчас, не выходя из дома, поддержав наше служение своим даянием. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Любое ваше даяние поможет нам участвовать в жизнях многих людей, приобретая их для Господа. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова